У нас здесь есть несколько таких вот мест достаточно приятных, потому что, ну, все-таки там много-много столетий городу, вот, и изначально это был такой вот гонзейский порт. Я там пиццу поставила, заезжай. Заезжай, за пиццей в смысле? За пиццей, пиццу с нами поесть. Вот, смотри, видно, нет? Да. Вот, такие вот достаточно прикольные, как бы, домишки, которые, как бы, такие вот, ну, немножко такие игрушечные, как бы, слегонца. А, да-да, как прядечки. Да, да-да, и в этом плане, конечно, надо сказать, молодцы, да, очень многое сохранили, и очень приятно, как бы, что в этом плане, как бы, все-таки как-то вот так, ну, бережно и с умом ко всему этому относятся. То есть, что-то, конечно, убирают, но, как бы, очень-очень редко все-таки в большинстве своем стараются, как бы, сохранять, и это очень-очень радует. Вот тоже один очень прикольный дом. Он такой вот, тоже весь такой вот, весь из себя в узорчиках, которые выложены из разных-разных кирпичей. Вот, а вот дом, он мне лично чем-то немножко Санкт-Петербург напоминает. Видно, нет? Ага, да-да-да, высотка такая. Да, такая вот вся в этих самых вот. А вот здесь вот уже тебе немножко и как будто бы Москва. Вот такая вот она вся такая вот прям, вот она. Видно, нет? Видно? Да, прикольно. Да, вот. И дальше, опять же, тоже такой же прикол, что из кирпичиков, как бы, как мозаику выкладывают. То есть, они самые разные кирпичики складывают, как бы, вместе, и получаются вот такие вот... Да, есть, два пассата там такой. Да, да-да-да-да-да, вот он, как бы, там, очень много там такого вот наделано, как бы, это, на мой взгляд, достаточно прикольно. Здорово. Вот, да, сейчас. У нас, конечно, бывает такая вот, ну, архитектура красивая, следят за них, хорошо. Блин, здесь какие-то загородки поставили, еще дрянь какую-то, ну, ладно. Мы, как бы, здесь так вот случайно раз, и все, и никто не заметил. Вот, смотрим дальше. Вот, смотри, видишь, такой дом вообще, ну, достаточно древний, как бы, да, и там, как будто вот пещера, видишь, сделали. То есть, понятно, что это, как бы, как модерновое вкрапление, но, смотри, то есть, один дом старый, один дом достаточно новый, а потом посередине вот такую вот фигню придумали. То есть, как будто пещера. Мне напоминает вход в комнату страха. Да, а есть, это соседняя. Это вот тут как раз не догадаешься, где комната страха, а где какая-нибудь другая комната. Вот, смотри, видишь, написано The Mayfair Hotel Tunnel, то есть, это отель, внутри которого туннель, и Mayfair – это один из очень древних таких вот символов. В общем, кому надо, посмотрят. Это один из древних символов, как бы. Ну, такой отельчик мрачноватый, мне кажется. Ну, отельчик, в котором есть туннельчик, да, я думаю, не у всякого отельчика есть такой туннельчик. Вот, и еще один такой вот дом с различной резьбой. Ну, не резьбой, ну да, по камню, вырезанным, в общем, из камня. Видно там вот эти вот все узоры, которые из камня вырезали? Да, 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 да. Вот, это очень, на мой взгляд, прикольно. И сейчас приедем в самый-самый, ну вот уже мы находимся, собственно говоря, в историческом центре, но сейчас выйдем вообще на центральную площадь. А вот кафешка такая очень классная, называется Катарина, потому что она в таком вот, ну, стиле, как вот, она вообще сама, как бы, да, там 50-х годов, но в стиле, как, вот, ну, скажем, конец, конец 19-го века, начало 20-го. То есть она вот такой вот стиль, как бы под Югин заделанным. Очень такой вот приятный. Вот. А вот приехали на главную площадь. Вот приехали на самую главную площадь. Вот. И тут... То место, примерно, где глазик, мы с тобой все время отчетываем. Нет, то, где глазик, это там, там рядом два, там рядом два, два гей-флага и все такое. Нет, здесь глазиков, как бы, нету, здесь туннели всякие и тому подобные вещи, как бы, то есть здесь уже все так более, как бы сказать, тонко обустроено. Вот. То есть как, ну, тонко, тоньше, 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 раньше тоньше работали. То есть вот эти люди, как бы, они, они все-таки, как-то у них были какие-то рамки приличия, да? И они настолько ненаглые. О, сейчас узнаем, можно ли здесь припарковаться. Слушай, вот везде я вижу такие вот арки в окнах. Ну, многие. Да, да. Это же роман. Пусть икта. Каман паркира, потому что это стоит 19-20, и он паркира прямо здесь, поэтому он делает это. Я думал, я думал, я думал, что там рядом, где это было на пиле. А, окей. Мне всегда кажется, что он наоборот говорит слова. Вот. Пикало Мондо. Маленькая Мондо. Вот. А вот тоже. Маленькая чего? Маленькая, где всякие разные прикольные барчики. Мондо. Понятно. Маленькая Мондо. Вот. Вот как раз сейчас едем по самой-самой центральной площади. А вторая, она, это называется Большая площадь. Но она не такая уж и большая, просто название старое осталось. Вот. И здесь полно всяких таких вот потайных туннельчиков, всяких таких вот скрытных комнаток, всякого вот такого вот напридумано, что просто офигеть можно. А что там в этих комнатках? Самое разное, потому что могли приехать, ну, раньше же, когда строились, да, там. Сначала, когда это было шведским, то опасались, что приедут датчане. Когда это было датским, опасались, что приедут шведы. Когда это было шведским, опасались, что приедут датчане. Вот. То есть каждый друг друга боялся, ну, и... Потому что город, ну, изначально он прочно-прочно внутри Дании был, посреди Дании он был. А у вас там есть какая-то вот крепостная стена, например, вокруг или что-то? Вот отель, мимо которого мы только что пролежали, он называется Цитадель. И есть еще замок, крепость. Есть крепость, можно туда съездить тоже. Сейчас просто пройдемся, прогуляемся по пешеходным улочкам, а после этого как-нибудь можно в другой раз в крепость съездить. Я просто сейчас думаю, пройдемся, как раз посмотрим, что здесь народу много. Вот, я думаю, что может быть... А выпить не с кем. Что? Да это я так. Я говорю, народу много, а выпить не с кем. А, ну, сейчас достану. У нас, так сказать, безалкогольное, конечно же, питье. Я просто паркую сейчас одновременно. Сейчас немножко есть небольшие, может быть, перебои с видением, просто из-за того, что я паркуюсь. Или нет. Я тут вообще паркуюсь. В смысле, я уже припарковался, но я просто достаю все, что с собой хочу взять. Нужно еще все достать. И использую сам телефон как бы для парковки, поэтому... Здесь вот как раз те мужички, которых мы видели, они ответственны за парковочную службу. Вот, поэтому сейчас... Сейчас, 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 сейчас как раз одеваюсь. Вот, потому что они как бы... Они стоят на чеку, чтобы поймать какого-нибудь лазутчика, какого-нибудь зайчика, который просто так захотел здесь стать побегайчиком. А всем побегайчикам здесь нужно платить. Вот, причем желательно как можно дороже. Ух ты, что-то я сейчас смотрю, и может быть, я не так припарковался. Вот. Опа, пошло, да? Нет. Как, не видно меня? А, вот. Сейчас есть. Все, слава богу. Так. 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 Вот. И выходим, значит, на площадь. А тут мы видим такой вот символ сразу. Сейчас буду показывать. Кто знает, тот поймет. Вот видите, такой крестик такой, необычный немножко. Не видим пока. Ну вот, красный крестик такой. Только он не обыкновенный крестик, а очень даже такой особенный. Крестик. Где крестик? Вот, 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 вот. А, вот. Теперь видим. Да, да, да. Да, 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 да. Кстати, да, у мальтийского ордена точно такой же. Ну, совпадение просто бывает такое вот. Как-то странно, да? Так шо-шо. Да, да, да. И вот этот вот город, он полон таких вот совпадений, потому что раньше, как бы, я говорю, они так вот на рожон, как бы, не лезли. Вот. Вот сейчас идем по старому городу. Слушай, у меня тут песня возникла. Да. Может, поэтому такое попустительство, так скажем, с вас? А может быть, я не исключаю. Все может быть, как бы. Вот, потому что, потому что, конечно, таких символов достаточно много. А в некоторых местах у них, я даже знаю, где это находится в данный момент. То есть, я некоторые вещи они открыто показывают. Вот. Сейчас начинаем заходить, как бы, в центр города. Самый, так сказать, пешеходный. Я сейчас бегаю за подзарядкой. Что? Что с зарядкой? За подзарядкой сбегаю. За подзарядкой. За подзарядкой. Хорошо. Но сейчас мы в эфире, правильно? Я говорю, мы в эфире? Алло. Да. Хорошо. Вот показываю. Вот это, значит, телефон. Вот это вот такой вот, как бы, как раньше выглядели телефонные будки. Вот. А выглядели они, значит, вот так. И это модель 1901 года, да? То есть, в данной модели больше 100 лет вот этого телефона. И так заходим навнутрь, да? Вот сейчас, на самом деле, я вам звоню из прошлого столетия. Я представила, как там видно ножки, вот в таких всяких туфлях там, и, ну, вообще, юбки всякие длинные. Да, да, да. И они таких вот, такие вот, прям в шляпочках и все такое, как бы, дамочки заходили туда, и, как раньше было принято говорить, телефонировали. Раньше же не звонили, раньше телефонировали. Вот. Да, раньше не было 5G, там, ни 4, ни 3. Да, да. Вот. И дальше ценим домики. Как видим, наверху практически каждый домик сверху украшен вот такой вот, как бы, орнаментом, таким гербом, да? Который изображает, ну, в общем-то, кто там жил, какие там люди разные жили и тому подобные вещи. Видно там на самом верху герб такой? Так. Ну, ладно, поверьте мне на слово, придется, придется поверить, у вас выбора нет, вам придется мне просто поверить. Вот. И вот дальше тоже такие очень прикольные домики, я надеюсь, видно, да, такие вот, которые именно вот, такие вот старинные. То есть видно, что это так называемый пахтенок. Такое впечатление, что крыша сделана из какого-то войлока. Да, да, есть такое впечатление. Правда, она не из войлока, она все-таки из черепицы, но действительно есть такое ощущение. И это так называемое... А, вот еще под хвост уже видно, да? Это вот под фахтверк сделано, но все-таки по-шведски, потому что, извиняюсь за выражение, я сейчас буду говорить как есть, поэтому если кто-то кушает, сейчас на секунду перемотайте именно это место. Фахтверк, это же, собственно говоря, смесь из соломы и, ну, там, одно из... Да, да. Я этим занималась в детстве, если хочешь. То есть в Казахстане я, подняв юбку вот так вот, выше колен, месила ногами это, соломой. Это было вообще прикол, кайф. Но здесь этого нет. То есть видно, что кирпичи, да? То есть если бы это было в настоящее, как бы, условно говоря, немецкое, то это было бы и с вот этой вот соломой, и вот этого самого. А это все-таки кирпичи. То есть это шведский вариант на ту же самую тему. То есть видно, что кирпичи, да? Вот. И тут, как бы, куча всяких самых разных прикольных магазинчиков. Но я надеюсь, я особенно так вот на людей не показывал. Просто мимо проходил, если... Но я думаю, все понимают, что народу просто сотни и сотни, как бы. Народу просто огромное количество. Вот. А тем, кто не захотел на стороне, так сказать, там, где Мальтийский крест, здесь есть напротив помещение, ну, с ангелами. Каждому свое, да? Видно ангелов было, нет? Нет. А вот сейчас. Задержись на минуту. О, белья. Вот. Вот просто все-все-все усеяно ангелами. Вот начинаем отсюда, да? И вот целое такое вот ангелы, ангелы, сплошные ангелы. А сколько такой стоит ангелочек? А-а-а, я не знаю. Давай я тебе пришлю пейпалом денежку. Слушай, давай так. Если, допустим, это видео посмотрит 10 тысяч человек, я тебе сам его пришлю без всяких пейпалов. Просто по приколу. Вот договоримся. Ну, пока ждешь. Да, вроде, ну. А, смотри, какая жабь. Видишь просмотров? Да. А, ну, это легко. Смотри, какая жабь. Смотри, какая жабь. Видно? Ага. Она прямо улыбается такая, она никакая-никакая, она королевишная. Она говорит, поцелуй меня, потому что как бы принцессой станет. Слушай, а у нас наоборот, у нас, если ты жаба поцелуешь, то, типа, там найдешь, встретишь его. И я помню, я вышел, у меня прямо на пороге сидела вот такая жаба, и я поцеловала его в губы. Жабу. А он, зараза такая, так и не превратился, да? Не, ну, я потом встретила, я, кстати, расскажу там. Встретила, думала он, но это был не он. Точно, точно. Ты же рассказывала, что он не гомлин, а какое-то у тебя слово такое было. Шрек, во. Оно, нет? Нет, это не то, это уже потом было. Это уже потом. А он, смотри, какая фигня, да? То есть раньше, например, сюда могли, чтобы наверх закатывать, да? То есть выставляли такие, типа, досок, и на самые разные уровни могли закатывать и, например, подымать, да? То есть здесь вот такой вот кранчик сверху спускался, и на этом кранчике могли поднимать, либо закатывать. То есть это жилой дом, ты хочешь сказать, да? Сейчас это, да, жилой дом, и конторы там самые разные, и жить там вполне могут быть квартиры как бы. Но это совершенно, так сказать, аутентичные. Вот они вот такие вот, как бы, створни, потому что это раньше использовалось как склады, как бы древние-древние склады, как бы. А, да. И вот мы сейчас зашли в такой вот небольшой внутренний дворик, вот, и все такое немножко желтенькое, вот. Ну и, конечно же, как бы, вот так называлось это место – Дидрих Лёшерс Магазин. Ну, магазин – это означает склад, вот. И что там складывали в складе? Ну, что у нас могли складывать? У нас в основном складывали, наверное, пиво. Ну, я так чисто на вскид предполагаю, но вот как-то у меня очень сильное такое подозрение есть. Наверное, в таких бочечках, да? Да, 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 в бочечках, во всех делах. Вот он такой вот желтенький, достаточно прикольный домик. Вот. И теперь цени окошко. Окошко видно, нет? Да. Вот, вот как бы дом сам целиком, да, смотри, какой. И, как бы, ну, видно, что действительно по старинке, как бы, люди особенно окошками не особо озабочены были. Окошко такое маленькое, маленькое, маленькое. А можно, может, у них там внутренний дворик, и там прям такая открытая терраса. Не-а, не-а. Нет? Не-а, это никакой не внутренний дворик, там комната. Я вижу, как бы, чуть-чуть, как бы, просто там комната. Ну, вот, смотри, и вот наверху тоже еще окна, да? Видно, нет? Там наверху окна такие маленькие-маленькие-маленькие окошечки. То есть они вообще, они не кокушечные, как бы, да? Вот. И вот... Там, наверное, тебе снег сплошной у людей там живет. Ну, нет, я думаю, им не до того было. Они, так сказать, пропитанием занимались. Вот, смотри, еще одна прикольная вещь. Тоже, видишь, такой вот элемент старинный, как бы, да? А вот здесь вот эта вентиляция, видишь? Тоже как будто как символ сделана. То есть вентиляция вроде бы, да? А вот это с лунышком, да? Да, да, с цветочком в середине. И там прям каждая из частей этой вентиляции, это как колосок, типа. Говори, 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 я пошла за пиццу смотреть. Говори, рассказывай. Вот, да. Идем дальше. Доходим до еще одной очень прикольной, так сказать, развилки. Вот этот вот противоположный вот дом, да, тоже сделанный из такого вот кирпича. И данный квартал, он называется цветок. Ну, цветочек типа так, в общем. Слушай, у нас есть дома такого типа похожие, но у них вторая часть вот эта вот, которая сверху, она более вытеклая, выдается больше, чем первый этаж. У вас так же, я не вижу? Чуть-чуть, да. Не сильно, но чуть-чуть есть. Чуть-чуть, а у нас прямо на балкон на целый, вот верхняя часть. Видишь, вот она чуть-чуть выдается. Ага. Не сильно. Ну, похоже, прости. Покажу тебе как-нибудь. Да. И тут, короче, видишь, написано, значит, что данное здание впервые упоминается в 1580 году, да, то есть оно вполне, вероятно, что еще более древнее, но уже впервые упоминается в летописи в 1580 году. А просто с виду такой, казалось бы, какой-то домик, фу, вот. Ну и видно, да, я недалеко от истины был. Это пивные такие вот, как его, хмель, хмельные листья там были изображены. То есть, да, это здесь явно жили какие-то купцы, которые были каким-то образом связаны с производством пива. Вот. Классно. Ну, а тут всякие такие дизайнерские побрякушки, побрякушки там всякие, вот. У нас есть такой день один, называется, ну, типа Ночь искусства, или что-то как-то так перевестись на русский. Вот. И в эту вот, как бы, ночь, в Ночь искусства все вот это вот открыто. Вот. И можно по всем этим, как бы, сразу одновременно ходить, как бы. И очень даже прикольно, потому что очень много всяких инсталляций именно по этому поводу. Вот, кстати, прикольный дама и мужичок. Как раз чисто в таком вот малинском стиле, да. Потому что, на удивление многим, у нас здесь есть море, и народ даже очень активно купается. Вот. Вот это вот всякие такие вот тоже, ну, скорее, наверное, для дам, как бы, произведения. Более интересующие дам. Это дизайн какие-то, да? Или что? Да, да. Это дизайн Эвы Ларсон. Вот. Я не настолько спец, что вот ее знаю, но некоторых я все-таки таких вот знаю, да. То есть здесь целый такой вот... А что у вас там? Вот у вас ангелочки, да, символ города. А что еще у вас такое есть? Ну, у нас много чего, как бы, ну, сейчас. Вот смотри, тоже здесь, как бы, все-все-все дизайновское. Видно, нет? Целый вот магазин дизайна. Вот такие вот люди, у которых из головы что-то растет непонятное. Они, наверное... Я бы сначала подумала на другой магазин, глядя на это. Вот они прокололись явно чем-то, да, как бы, и у них из головы такое выросло. Угу. Понятно. Ну, я так думаю. Как бы, это моя вольная интерпретация, не имеешь никакого отношения к замыслу художников. Вот. Просто так вот мне показалось. Ну, это, наверное, просто бечи, да, там? Да, да, скорее всего. Вот. Тоже прикольно. Ну, смотри, вот, вроде бы, казалось бы, всего-навсего штора, да? Посмотри, как классно. Видно, нет? То есть, как бы, окно, оно, вроде как, с одной стороны раскрыто, да? И штора из него, как бы, выбрасывается. А с другой стороны, она как... Можно представить, что оно так же и засасывает, да? Что окно вовнутрь засасывает эту штору. Видно, нет? Ну, ты знаешь, это к скайпу вопрос, потому что у нас что-то не очень такое ощущение. Ну-ка, сейчас совсем близко, вот, поставил, может, сейчас? А, вот теперь, да. Теперь видно. Вот, смотри, она в трех разных формах, и как будто вот такое что-то непонятно. То ли комната из себя это выбрасывает, то ли она, наоборот, засасывает это, или вообще это что-то одухотворенное, как бы, что либо, скажем так, войти, либо выпрыгнуть оттуда хочет. Вот, то есть очень много всяких таких вот, то есть вот, ну, просто у нас очень... То есть у вас еще много креативных всяких людей, дизайнеров. Да, 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 здесь, вот, например, для BBC многие программы заставки именно здесь делают. Ну, казалось бы, да, там, где Мальма, а где BBC? Ну, неужели, как бы, Лондоне? Ну, нифига, здесь заказывают, как бы, вот, и здесь куча всяких таких... Смотри, как BBC заставки делает, и Яна тоже, вообще. Да, да, вот как раз... Какой уровень, а, у меня? Ну, ты Яна обходишь BBC, я тебе гарантирую. Пока чушь точно. Благодаря тебе. Спасибо, спасибо. Вот, и вот тут, как бы, видишь, дальше идут тоже такие маленькие-маленькие домики, они, как бы, такие вот полутораэтажные, можно сказать, как бы, и их достаточно много. Сейчас вернемся к центральной площади, и, может быть, я еще успею, как бы, немножко показать на... Вот, я заметила, что на многих окнах, практически на всех, прям, решетки, понятно. Или это такие окна, дизайн таких окон, что они все... Ну, это, понятно, какое-то здание нежилое. Но оно, оно не решетки, это, как бы, ну, четыре таких вот, это просто, ну, большое... Я не знаю, что там другие были, такие прям... Вот, это, это типа балкончика, как бы, просто как маленький-маленький балкончик. Ну, видишь, они, кстати, тоже такие прикольные, смотри, сначала идут такие буквально трехслойные, то есть первая часть как будто бы, ну, мог бы быть балкон, вторая часть как обыкновенное окно, третья часть как будто совсем-совсем высокое окно. То есть, получается, это там, ну, наверное, внутри комнаты, она какая-то трехметровая. А с самого верху там какой-то типа... Как это называется-то? Порточка. Порточка. Как, мансарда, что ли? Мансарда, скорее. Порточка. А может и порточка, ну, ладно. А может быть и мансарда. Кто его знает, кто там этих, как бы, людей знает. Может, у них там мансарда, а может и порточка. Ах, ты там не был в гостях ни у кого таких вот? Ну, я, да, когда, да, 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 когда в студии, как бы, разные бывают, что приглашали, да. Но именно в этом доме я не был. Вот. Тоже такие прикольные, достаточно маленькие такие, что сверху, как бы, окна, на мой взгляд, достаточно классно. Вот. Касательно велосипедов. Есть у нас такая вот тема. То есть, очень даже запросто. Совершенно такие вот, на первый взгляд, достаточно такие вот прям бюргерские дамы. Очень даже запросто. Одну ногу за другую, хоп, шлеп. И вот так вот, как бы, на велосипедике. Жум-жум-жум. Не скажи, у вас там много бюргерских дам? Ну, хватает, как бы. То есть, у нас есть, как бы, часть города, которая достаточно зажиточная, часть города, которая, скажем так, мигрантская, и часть города, которая смешанная. То есть, у нас, как бы, город на, ну, три таких больших страты. Ну, в общем-то, только, наверное, может быть, пожестче, чем во многих других местах у нас разделение. Понятно, я не поняла тебя. Я думал, ты имеешь в виду бюргерские дамы. Знаешь, как бюргер, бюргер, кинг, ну, такие дамы. Пышные, пышные. Я имею в виду бюргер, в смысле, от немецкого слова гражданин. Как гражданка. То есть, как, ну, дама бюргера, то есть, они, как бы, ну, допустим, она может быть в шляпе, да. То есть, вот дама, скажем, в шляпе, с какой-нибудь такой прикольной сумочкой, и щук, на велосипедике, так это самое, раз, так. Ну, то есть, вот, на вид, скажем, может быть, ели, там, 55-65, ну, вот, как бы, уже немножко в возрасте, как бы, и, может быть, с такими, так сказать, формами, как бы, вот. А потом раз, и на таком велосипеде. Это выглядит интересно. Неожиданно немножко. Вот, кстати, видишь? Так, рюмочки, графинчик или что-то. А вот за графинчиками, за рюмочками. Да. Да. А вот эта обезьянка, это что, какой-то символ? Это троллиха, это тролль. Только это женского рода, она, как бы, ну, троллиха, может быть, так можно сказать, наверное. А, вот, у нас там тролли, короче, да? Да, у нас там гномы, тролли, лось. Вот. Вот. Все наши лоси, как бы. Ну, и, конечно же, башня, которая тебе так полюбилась. Вот она, видишь, в специальной сфере ее можно купить. То есть, она как вставлена, видишь, нет? Да, 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 вижу. Вот. Ну, я бы не хотел этого себе. Понятно. Три короны. Вот они. То есть, три короны рядом с королевским символом, рядом с белой башней. Вот. А вот, опять же, наши лосики. Вот такие вот лосики самые разные. А это пипидленный чулок. Вот она. Да. А вот здесь написано «Мальмо» — нордическая связь с Европой. Вот. То есть, у нас такого очень-очень много. Вот. А это, ну, я думаю, сама догадаешься, подо что это сделано. Под пивом. Да. То есть, там королевский герб. Там, соответственно, все вот эти вот вещи. Лоси, конечно же. Лоси. Потом эти, как его, лошади. Вот. И все такое, как бы, нашенское, скажем так, вот. Вот. А вот это вот, знаешь кто? Нет. На тарелочке. Это принц и принцесса. Ну, он, как бы, он принц, поскольку он, как бы, муж принцессы. Он такого плана, как бы, принц. А не, так сказать, то есть, как бы, насколько я понимаю, вообще, таких ситуаций, чтобы ему царство-королевство перепало, такого не существует. Ну, меня, может, сейчас поправят более знающие люди, но, как я понимаю, что вот так вот. А вот это вот тоже поблизости, это русалочка, которая тоже совсем рядом находится. Вот. Это вот такие вот бюргеры у нас тут ходили тоже. Очень любили подобные, как бы, одежды всякие самые разные. Вот. Ой, дамочка такая в телефонную будку зашла звонить. Да, да, да. Вот как раз телефонировать она пошла. Вот эти кокошки смешные, кокошки есть, у вас продаются такие кокошки? Да, конечно, у нас все продается, как в Греции. Я тебе скоро заказ буду делать. Ну, все тогда, до скорого. Спасибо тебе за эту прогулку. И, друзья, самое главное, вам всего самого лучшего и здоровья, здоровья, еще и на здоровье. Да, здоровье – это самое главное. Ну, все, до скорых встреч. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...